Глава 49 Что там на дне морском? Халахолинском Миш, ты представляешь Изольда Марковна не хочет с нами дальше плыть Неправда, ужасно хочу Но я же сюда с конкретной целью приехала Мне надо найти эти пещеры А как я их сидя в лодке найду? А вы что, не знаете, где находятся ваши пещеры? Удивился Мишка Так ведь никто не знает Я приехал искать пещеры, про которые никто не знает Буду лазить по берегу Искать всякие лазы и норы Буду в них пробираться Часто за узким входом Оказываются настоящие гроты и залы Вот в таких залах я и буду делать свои измерения скорости времени Изольда Марковна Мне ваша идея категорически не нравится Воспросился капитан Вы собираетесь в одиночку Залезать в какие-то неисследованные пещеры А если вас там завалят? А если вы застрянете? А если куда-нибудь провалитесь? У вас даже каски нет А если вам на голову камень упадет? Каска есть Хлопнула Изольда рукой по рюкзаку Даже две Я надеялась, что вас тут повстречаю Поэтому захватила вторую каску У меня и обвязки две есть И веревка, и железо Все как надо Мы в пещеру полезем вдвоем А третий будет снаружи Черт я в пещеру поднял Мишку руку Давайте вот как сделаем Предложила исследовательница земного космоса Я с вами доплыву до уже известных пещер В районе Коноплино Это там, кстати, где теперь резиденция Тверского губернатора В старинной усадьбе замечательного писателя Ложечникова Иван Иванович Который начал первым в России писать в жанре исторического романа Не читали? Ледяной дворец, Басурман, Последний Новик Я ледяной дворец читал Резво поднял руку Мишка Умничка! Ласково похвалила его Изольда Марковна Скука страшная! Хмыкнул Мишка Перехвалила Наигранно вздохнула Изольда Так вот На противоположном берегу от Коноплино Есть несколько пещер Бывших каменоломен Лисья, ледяная И какие-то еще безымянные Мы их с вами исследуем А потом я отправлюсь одна В поход по берегу Волги Обратно в сторону Старицы В поисках неисследованных пещер Я вас не пущу Возразил Семен Петрович Да тут же заблудиться невозможно Иди себе, да иди По этой широкой, как аэродром террасе над Волгой По накатанной грунтовой дорожке Я не про поход А про пещеры Не пущу Клянусь, что забираться одна в них не буду Сдалась Изольда Не желая припираться с капитаном Я только входы разыщу Если удастся Это уже будет победа И в следующий раз Я приеду их изучать с друзьями Может, Яков Сергеевич захочет, например Яков Сергеевич Под землю Его кроме трюма Ни в какую дыру не затащишь Засомневался капитан Пообещайте, что не полезете в пещеры в одиночку Честная и интеллигентская Ох, Извальда Марковна Узнаю, что обманули Я вас заставлю в течение месяца Мне каждый день звонить и просить прощения Что бы вам в плавании скучно не было Я готова каждый день звонить по любому поводу Пока вы будете в зоне связи, конечно Друзья поплотнее упаковали вещи Поудобнее пристроили пассажирку в центре лодки Сидеть на рюкзаках И двинулись дальше Извальда Марковна Внимательно осматривала берега И отмечала на карте места В которых, как ей казалось, могут оказаться пещеры Обнажившиеся скалы Крутые берега Устью глубоко врезавшихся в береговой склон ручьев Густой непролазный лес на крутом склоне По которому вряд ли кто-либо когда-либо ходил Все, что нужно будет проверить Лодка подошла к устью речки Холохольни Русло Волги было почти наполовину перегорожено здесь песком и камнями Вынесенными этим небольшим притоком Семен Петрович, давайте здесь задержимся ненадолго Если чуть подняться по Холохольни, попадем в интересное место Капитан без уговоров направил лодку в реку И повел ее вверх по течению Мишка не обманул На высоком левом берегу над лесом Живописно возвышались купола белоснежной церкви Миш, мы не сможем долго идти вверх Высказал свое сожалению капитан Тут уже совсем мелко и булыжники На дне оказались не просто булыжники, как он выразился Местами оно было буквально выстлано каменными известняковыми плитами Давайте вылезем и пройдем по берегу Можно даже лодку подтащить по воде Тут недалеко Студент повел друзей к очередному обнажению известняковых скал На этот раз в крутом, хоть и не очень высоком, левом берегу реки Холохольни Миш, красиво, конечно, но мы же не можем у каждой скалы останавливаться Не можем, Семен Петрович Но эта скала особенная Да у тебя каждая скала особенная Нет, эта особенно особенная Чем это? Тут мне надо будет опять издалека заходить А мы не спешим Бурлачим лодку потихоньку, лекцию слушаем Вдыхаем запахи природы, не голодаем Что еще нужно нормальному человеку? Ну хорошо Когда русскую равнину покрывали моря А почему они ее покрывали? Прервал капитан Студента дотошным вопросом прямо в лоб По разным причинам Поднимался уровень мирового океана и затапливал ее Ведь русская равнина по большей части и сейчас возвышается над уровнем океана Меньше чем на пару сотен метров А большая часть ее просторов лежит и того ниже Или наоборот Происходили тектонические движения И основание платформы, на которой лежит русская равнина Опускалось ниже уровня мирового океана И все здесь тоже затапливалось Как бы там ни было Но на протяжении многих сотен миллионов лет Здесь плескалось море С трудом верится Мы ведь так далеко от океана И тем не менее То здесь суша была, то море Причем то море мелкое, то глубокое То теплое, то холодное Мы ведь помним, что климат тоже все время менялся И каждый раз, когда русская равнина поглощалась океаном На ней откладывались толщи морских отложений Поскольку вся бескрайняя равнина оказывалась под водой Морские известняковые отложения в наших краях Залегают под землей сплошными обширными слоями На сотни километров в любом направлении Каждый отличается от другого Потому что отличались и условия их образования На разной глубине А точнее на разном удалении от берега Откладываются разные по размеру Принесенные суши, обломки и частички горных пород У скального берега оказывается больше гальки Принесенного реками или намытого прибоем песка Чуть дальше галька исчезает Она ведь уже осела вся у берега Еще дальше исчезает песок И остаются лишь и листые частицы Которые настолько мелки, что далеко уносятся в море Намного дальше, чем песок Еще же дальше влияние суши становится незаметным И на дно миллионами лет оседают Одни лишь скелеты и раковины древней фауны При разной температуре воды В море обитают и разные морские организмы А значит, от них остаются и отличные Друг от друга останки Скелеты и раковины Образуются разные осадочные породы Биологического происхождения То известняки, то доломиты, то еще что Да-да, вон они, в сумке лежат Поддакнул капитан Верно, так и получаются карбонатные породы Если мы теперь пойдем в обратном порядке В сторону берега То там на смену карбонатным Начнут приходить другие породы Там, где спрессовался принесенный с берега ил Получается глина Которая может оказаться настолько спрессованной Что превратится Метаморфизируется Верно, Изольда Марковна Метаморфизируется в твердокаменную породу Глинистые сланцы Еще ближе к берегу, как мы помним Отложился песок Он со временем спрессуется И образуется песчаник А если у самого берега спрессуется галька Перемешанная с песком Получится пятнистая Алиповатая И довольно красивая горная порода Конгломерат Вот такой неполный Но довольно типовой набор Совсем разных по свойствам Происхождению пород Образуется на дне моря Известники Глинистые сланцы Песчаник Конгломерат Перечислил капитан, загибая пальцы Немного Легко запомнить Да, но каждая из них Тоже имеет много разновидностей Помните, сколько я показывал вам Разных карбонатных пород Известники Мергели Доломиты Но вот что важно В пределах одного слоя Породы примерно одинаковые Потому что условия их образования Тоже были одни и те же Вот у нас в центре русской равнины Залегает множество слоев известняков По старшинству Из них выделяют ярусы Их делят на горизонты А их уже дробят на свиты Если докопаться до какого-нибудь из них Хоть здесь Хоть под Москвой То изучив Можно точно сказать Что это один и тот же слой Измерив глубину его залегания Можно даже для каждого из них Создать карту подземного рельефа Бывшего когда-то Подводным рельефом морского дна Так ученые заглядывают вглубь веков Нет, не веков, конечно Вглубь на миллионы лет Чаще всего Слои коренных пород Начинают изучать там Где это проще всего сделать Там, где они выходят на поверхность В стенках оврагов Или оказываются обнаженными в карьерах Открыв новый слой Дают ему название местности Где сделано открытие Так, например, у нас есть Московский ярус В нем, среди прочих, выделяется Каширский горизонт А в нем разные свиты И в том числе, не поверите Холохолинская Я полагаю, что ее открыли именно здесь Я же не могу пройти мимо такого места Семен Петрович Ладно, иди и щупай свою холохолинскую свиту А мы с Изольдой Марковной Тут пока какую-нибудь древнюю фауну поищем Тут еще водопад есть Красный называется Сходим потом вместе Только не знаю, есть ли в нем сейчас вода Сухо ведь Водопад, друзья, все-таки отыскали По равнинным меркам Он оказался просто гигантским Аж в три человеческих роста Ржавые железистые натеки Покрывающие поверхность скалы По которой падал из-за врага ручеек Сделали ее рыжей Красноватой За что, по-видимому, и окрестили водопад красным Его рыжее пятно издалека выделялось На зеленом фоне Покрытого растительностью склона Точно заржавевший укус На кожуре зеленого яблока Железо поступало из минерального подземного источника Над водопадом Именуем его в народе не иначе Как Красный ключ, разумеется Жиденький какой-то водопадик Выдал свою оценку капитан Сухо После дождей надо приезжать Или весной Встал Мишка на защиту географической достопримечательности Зато вкусно Поддержала его Изольда Подставляя ладони под струйку покрупнее Прямо-таки нарзан Мишка приложился губами к струе Только сильно разбавленный Очень сильно Оценил он вкус Слабо минерализованной Железом воды Капитан тоже хотел было приложиться Но в последнюю секунду замер Выпрямился И посмотрел на друзей Вы не боитесь? Он мотнул головой вверх Что там во враге в ручье Какой-нибудь дохлый крот валяется Или каван Или еще какая живность В смысле мертвость Изольда замерла И широко раскрыла глаза Мишка продолжал хлебать Затекавшую самотеком Прямо в рот водицу Я читал, что ключ Источник Находится почти Над самым краем водопада Метрах в пяти Успокоил он друзей Напившись вдоволь Мы должны быть Очень-очень невезучими Чтобы на этих пяти метрах Оказалась какая-нибудь мертвость Как вы выразились Дорогой Семен Петрович Конечно Из ручьев и рек Воду пить опасно для жизни Даже если она выглядит Кристально чистой Но родники Это дело другое Вода из них Вытекает профильтрованная Через земную толщу Впрочем И тут нужно быть уверенным Что толща чистая А не загрязненная Какими-нибудь Отходами с поверхности Еще неплохо бы Не путать родники С утечками из водопроводных труб У нас в детстве Было во дворе такое место Труба под землей Прохудилась Протекла Полгода протекала Вода выбивалась наружу Даже ямку вымыла Хорошую такую В полметра Совсем как родник Мы пацанами в этом роднике Все лето батискафы Запускали из пластилина Делаешь блинчик Загибаешь в трубочку И на концах стеклышки От разбитой бутылки вставляешь Они же выгнутые Прямо как у настоящих батискафов Подвешиваешь на ниточку И под воду Морские глубины Исследовать Главной задачей было добиться Чтобы вода внутрь не просочилась Чтобы исследователи Не расплющило И не утопило Да вы, Семен Петрович В каменном веке родились Посмеялся над ним Мишка Сейчас батискафы на батарейках И с пультом радиоуправления продают Продают Щелкнул его полбу капитан А мы сами делали Чуешь разницу?